они человека не отстраняли от управления транспортным средством понятно что они сейчас там нарисуют какие-то протоколы если они дураки не начнут рисовать протоколы и ему они никакие протоколы не вручили то есть первым делом составляется протокол об отстранении от управления транспортным средством подожди они же сказали они типа не успели он уехал так я еще раз отвечаю что они не могли составлять протокол об административном правонарушении потому что правонарушения еще нету потому что есть процедура она заключается в том что остановили водителя увидели какие-то признаки далее человека отстраняет от управления транспортным средством составляется отдельный протокол потом предлагается ему пройти освидетельствование на месте то есть дышать в трубочку он вправе отказаться если он проходит составляется протокол соответственно если он отказывается то его направляют на медицинское освидетельствование составляется третий протокол уже понимаете и только если он отказывается и от прохождения медицинского освидетельствования то уже есть признаки правонарушения составляется административный протокол по 1226 но во-первых все вот эти моменты должны быть запечатлены непрерывно на видеозапись либо при понятых естественно понятых нету соответственно на видео должно быть зафиксировано не только то что он отказывается от медицинского освидетельствования а должно быть зафиксировано отстранение от управления транспортным средством отказ его от освидетельствования на месте с помощью трубочки и отказ от медицинского освидетельствования вот это все должно быть в совокупности понимаете соответственно если они хотя бы его не отстранили а они не могли его отстранить потому что они его не отстраняли потому что ну даже если не протокол напишут доказательство видео говорит о том что они его не отстраняли потому что они говорят что он сел и поехал. Потому что если бы они его отстранили, а он, как они говорят, сел и поехал, они должны были, догнав его, во-первых, догнав, сирена там, селек-васелек, я ромашка преследую, такого-то, как говорится, перехватить там неподчинение. Это отдельная статья. То есть, как минимум, ему должны были прямо на месте нарисовать много протоколов на него. В том числе о том, что он скрывался на автомобиле, то есть его отстранили, он не имеет права садиться. Они настолько испугались, что они эту версию-то предложили о том, что он сам, так сказать, самовольно покинулся, сел и уехал. Что мы там его преследовали, но не догнали, там, тыры-тыры, он быстро едет. Но они это не подтвердили своими действиями. То есть, очевидно, что они врут. Потому что если бы они вот на месте начали бы составлять протокол за то, что он скрылся с места правонарушения, то, что вот он не подчинился распоряжению сотрудников полиции, там, по 19-3, там, то есть, весь вот этот процесс бы, если бы они оформили, как положено. Да, еще можно было говорить о том, что они там, возможно, это была их история правильная. То есть, если вдруг мы еще видеорегистратор увидим, что они на самом деле гонятся. Ну, на самом деле, это просто у них линия защиты, они ее придумали, но у них документально ничего нет. И то видео, которое у них есть на телефоне, это только усугубляет им ситуацию. Почему? Потому что, если они ее показывают, то вот доказательство того, что они таким образом, используя вот эту вот запись, предполагали вымогать деньги. Ну, словом говоря, останавливают человека, говорят, вот у нас, ну, я своими словами, типа у нас палочная система, ты этого не совершал, неважно, ну, вот ты должен вот это, вот это, вот это подписать, мы на тебя там, условно говоря, вот такие протоколы составим, если начнешь возбухать, мы там сейчас тебя чуть-чуть найдем, там, наркотики у тебя найдем, там, еще что-то там и тому подобное. То есть, здесь вопрос в том, что они просто договорились на месте, но для своей подстраховки засняли это видео. Вот и все. Но то, что вот это видео и будет говорить о том, что они сделали это не с целью фиксации правонарушения, якобы он от чего-то отказался, а именно с целью, чтобы запугать его и заставить его заплатить эти деньги, о которых они там договорились. Ну, я уж не знаю, как они там договаривались, потому что, скорее всего, это никак не зафиксировано, процесс, как они договаривались. Конечно. Ну, неважно, в любом случае, ваш супруг не предлагал им деньги, мог сказать, что да, я согласен, да, договорились, там, мог даже поторговаться. Они, допустим, 80, говорят, нет, 75, только 75, неважно. Главное, что он взятку не дал, понимаете? А, это все, а-а-а. Да, это не имеет значения, но мало что он там договаривался, ему надо было просто было покинуть их и сразу же сделать заявление в полицию о том, что вот вымогают у меня взятку. Они тебе говорят, давай, 80, а я говорю, например, полтинник. Это и не считается. Нет, конечно, нет, конечно, нет. Да, то есть, что я даю взятку. Нет, нет, нет. Ну, так, когда они предлагают, это уже называется вымогательство взятки, то есть, это они уже провоцируют, понимаете? Вымогательство, это когда никто не просит, да, а вы такие предлагаете, вот, возьмите, пожалуйста, вот только этот денег, и мы не составляем протокол, понимаете, да, то есть, мы не открываем этот ящик. А когда вам сам сотрудник говорит, заплатите нам такую-то сумму, и мы не составляем материал, это совсем другая статья. Золот, смотри, когда приезжал Тарасов, ну, их не там вот, заместитель командира, я говорю, а какие они объяснения там давали, все, и он показывает, и откуда ни возьмись, прикинь, берется протокол направления на бедоосвидетельствования, представляешь? А вот на видео его не было, мы его не подписывали, он откуда-то взялся, и, знаешь, не оригинал, а копия с его подписями, представляешь, он такой в глаза вылупил, я вылупил, я говорю... С чьими подписями? Ну, смотри, у нас было всего два протокола от ментов, там на видео есть, это по 12.26 отказ и отстранение, это они мне передали. Так. Вот все, вот два протокола на видео. Насколько я помню, у вас на видео вам передали протокол задержания, отстранение и задержание, это разные протоколы. Смотри, у нас там был протокол отстранения и передачи мне. У меня дома... Это два разных протокола. Есть протокол отстранения, а есть протокол задержания транспортного средства, это разные протоколы. Не задерживали транспортное средство. Он говорит, есть кому передать? Я говорю, мне. Права есть? Я говорю, есть, ну там было. Если некому, мы сейчас уведем нашу штрафтальнку, говорю, мне передавайте. Вы можете мне сфотографировать, чтобы 10 раз не обсуждать, я посмотрю и все. Потому что то, что я видел на видео, там шла речь о задержании транспортного средства. Да, они на платную стоянку не передавали, они передали вам. Но в любом случае это происходит по протоколу. Потому что они у него автомобиль забрали. Они у него автомобиль забрали. Они его отстранили от управления транспортным средством и забрали у него автомобиль. И передали вам. А могли передать на платную стоянку. Так вот это протокол называется задержание. А протокол отстранения, о котором я вам рассказывал в самом начале, это совсем другой протокол. Он самый первый составляется. Он составляется только как только остановляют автомобиль, увидели признаки опьянения, все сразу же отстраняется от управления транспортным средством. А потом проводятся все вот эти освидетельствования и тому подобное. И все остальные процедуры. Все, поняла. Еще смотри. Так, смотрите, подождите. Вы говорите в протокол о направлении медицинского освидетельствования, якобы где он отказался, это подпись. Какая подпись? Чья подпись? Мужа подпись. Нам показал другой вот этот начальник. Хорошо, задаю вам вопрос. Ваш муж подписывал этот протокол? Нет, нет. Ну и откуда может там быть подпись? У мужа есть язык. Можешь сказать, откуда там подпись эта? Или это подделанная подпись? Она прям похожа. Подпись прямо вон. Говорит, я, Горька, не подписывал, мне ничего не давали. Никакой копии. И у них там не оригинал, а копия. Я понял. Так вот это очень важный момент. Тогда вы завтра, когда будете со Следственным комитетом, еще обратите внимание на то, что такой-то человек показывал копию такого-то протокола якобы с подписью моего мужа, а он не подписывал. Да. Это очень важные вещи. Это уже отдельная уголовная статья, фальсификация доказательств по административному делу. По-моему, 303 статья Уголовного кодекса. Они сейчас себе и на взятку заработают, и на подделку доказательств себе заработают. Это очень важный момент. Вы следите за этим, конечно, если муж ваш ничего не подписывал, а там подпись какая-то появляется. Понятно, они сейчас будут фальсифицировать, чтобы выйти из этой ситуации. Он нам показал три протокола. Вот, говорит, направление, вот по 12.26, и вот то, что мне передали, там, отстранение, или, там, не знаю, или передача, ну, как вы сказали, из-за держания. Ну, вы мне сфотографируйте и скиньте, чтобы я понимаю вообще, о чем речь, потому что... Да, все, понял. А у нас их всего два. У него три, значит, в деле, а у нас всего два. Значит, еще раз я говорю, что они, если тупые, если они уверовали в свою безнаказанность, они пойдут на то, что сейчас будут рисовать эти протоколы, подделывать подписи и все остальное. Либо делать отметку якобы о том, что он от подписи отказался. Я в этом не сомневаюсь, если они тупые, но это будет легко доказать путем видеозаписи с дозора в автомобиле, который там у них находится. Понятно, что они могут сейчас уничтожить это, сказать, что у них не работал, там, еще что-то. Ну, если нету видеозаписи, вообще, как отстранение происходило, ну, понятно, что административку на вас вообще никак невозможно оформить. Просто невозможно оформить, потому что, если не было понятых, если не велась непрерывная видеозапись всех тех процедур, которые я сказал, то, в принципе, бесполезно все дальше рассматривать, потому что даже если протоколы есть, они не имеют юридической силы, потому что эти протоколы заставляются исключительно при понятых, либо при видеозаписи. Если этого нету, не имеют юридической силы эти документы. Сам факт, что при наличии технических средств, выданных на дежурство сотрудникам полиции, видеорегистраторов, дозоров, там, чего угодно, специальные средства для того, чтобы фиксировать правонарушения, фиксировать все вот эти процедуры, они берут и снимают на свой личный телефон, свидетельствуют о коррупционной составляющей. Для чего им видеозапись на личный телефон? Понятно, чтобы в дальнейшем иметь возможность использовать, либо не использовать, потому что запись, сделанная на регистратор, они не могут ее удалить, понимаете? Они не могут откатать обратно. А запись, сделанная на телефон, означает то, что они могут ее не использовать, а могут использовать. Я знаю, вот ты все правильно говоришь, как это, а следователи это понимают вообще? Да, конечно, они все это понимают. Да, вот теперь по поводу того человека, который вам подходил. Я 100%, блядь, 200% вам говорю, это засланный казначок, который точно так же, жопа в дерьме у него находится. Потому что вот эти товарищи, которые зарабатывают на дороге, бомбят водилы тому подобное, естественно, отстегивают. Отстегивают вот этому товарищу. Поэтому он приходил туда не то, чтобы взять с вас объяснение, а чтобы прощупать и понять вообще, а есть ли возможность, даже не то, что есть возможность, а как отмазаться. Потому что он в одной упряжке с ними, поверьте мне. Я знаю, Бог, я знаю. Так вот вы исходите из того, что, во-первых, это дело должны рассматривать только сотрудники Следственного комитета. Никакие менты, никакие начальники этих ментов не имеют права давать объяснение, брать объяснение, разбираться и тому подобное. Более того, их должны отстранить максимально от участия в этом деле. Понимаете? То, что сам факт, что этот чел приходил к вам и брал у вас объяснение, уже на нем пятно ставит, что он проявляет заинтересованность, не имея на это права. Это подведывающе на Следственному комитету. И в Следственном комитете вы так и скажите, что вот этот товарищ, а вы сказали, что записали на телефонный разговор. И эту запись им предоставьте. Потому что скажите, почему ко мне приходит мент и их начальник, когда он не имеет права это делать? Это Следственному комитету подследственно. Обратите на это внимание. То есть вам завтра предоставить видеозапись, скачать и мой разговор с вами, и аудиозапись разговора с этим ментом, который приходил начальник их, и сделать обязательно запрос на изъятие видеозаписи с автомобиля, с видеорегистратора, с телефона там этого чела, и подписи проверить, если нужно провести экспертизу, что это подписи подделанные. То есть это новый признак состава преступления по 303 статье Уголовного кодекса. Фальсификация доказательств по административному делу. Потому что протокол, это есть доказательство. Соответственно, если там они делают подписи, подставляют, то есть они фальсифицируют таким образом. Вот вот эти моменты, на это обратите внимание. И с ментами, с ментами больше никакой информации не делитесь. Лучше они пускай меньше знают, чем они будут знать все, что да как. Только сотрудниками Следственного комитета. Да, да. А то, что тот начальничек к вам приехал, ну все понятно. У него, извиняюсь за жене, очко заиграло. Потому что эти товарищи могут на него вывести. Потому что если начнут их трясти, они сразу скажут, что мы делимся, мы отстегиваем и тому подобное. Потому что так они нагло себя ведут. Почему? Потому что знают, что их прикрывают. Потому что они заносят в нужный кабинет и все. Они свою долю, как говорится, имеют. Все имеют, все в доле. Все прекрасно знают, каким образом сотрудники полиции собирают поборы так называемых нелегальных таксистов. У него же изначально какая была причина? Он же как начал на видео говорить о том, что, как говорится, почему вообще остановили все такое. Типа, он там пассажира какого-то подвозил. То есть у него даже и слова не было про то, что признаки опьянения и тому подобное. То есть я так понял, что они таким образом крышуют вот этих вот нелегальных таксистов. А, да, да. А они знаете, что им говорили? Ты, говорит, сейчас нам дашь, ты потом здесь будешь под нашим прикрытием, мы тебя трогать вообще не будем. Ну вот я... Пусть пока не в кавалене. Ты понимаешь? Ну вот так оно и есть. Есть люди, которые после работы, ну редко выходят там потаксовать там все остальное. Но они это прекрасно понимают, кто что-то от кормушки откажется. И вот они говорят, что вот вы будете под нашим крылом ходить, так сказать, ездить, кажется, мы вас трогать не будем, делать вид, что мы вас не замечаем, ну вы нам какую-то долю отстегиваете и все. Но это уже, это незаконно, это коррупция, это вымогательство, это как угодно можно называть. И то, что они этим занимаются, ну я уверен на 100%. И именно в этом была причина. Именно была причина в том, что ваш муж не стал им отстегивать. Либо не знал, что им надо отстегивать. Вот они таким образом дали ему понять. Вот ты к нам, скажем, не отстегивал, вот сейчас мы тебя возьмем восьмидесяточку, так сказать, за весь период. Не переживай, ты сейчас быстренько натаксуешь, 80 штук ты быстро отобьешь. Урор там, люди платят нормальные деньги, приезжие, что там. Знаешь, что самое интересное? Летом, он когда работал, никто его вообще не трогал, потому что, знаешь, их летом, вот этих ментов-гаишников, перекидывают, короче, в другой город, в Краснодар там или куда-нибудь, а из другого города, ну, командировочных, сюда присылают. То есть летом такого не было, прям, ну, чтобы останавливали. Он говорит, не останавливали просто, говорит, ну, там, нормально, все нормально, все. То есть они понимали, что люди так суют. Вот эти приезжие, они более-менее нормальные, адекватные были. Он все лето проработал. Он говорит, меня вообще ни разу не останавливали, ни разу, если даже останавливали, спокойно отпускали, то есть, ну, документы проверяли, и все, езжай. Ну, это, видимо, специально так делают, да, тусуют сотрудников полиции из разных регионов, чтобы у них не было вот этой коррупционной составляющей. Лето-то закончилось, они-то вернулись, без денег или чего, я не знаю. Лето-то закончилось, и все, они тут как бешеные увидели, номера-то не местные. Еще увидели, что человека ведет. Я сразу из ролика, из видео понял, что как бы в чем у них претензия, то, что они просто тормознули, так сказать, нелегального таксиста и решили его, так сказать, на деньжата опустить. Это как бы очевидно. На всякий случай, для подстраховки, если он начнет там ерепениться, они засняли этот видеоролик на свой телефон для того, чтобы, говорится, подстраховаться. А в итоге они не подстраховались, а себя подставили. Потому что, если сейчас получится изъять этот видеоролик, это будет очень серьезным доказательством против них. А, ну да, да, точно. А то, что касается административки, даже не думайте, почему. Потому что, ну, здесь, здесь нету процедуры они не сделали. Я очень сильно сомневаюсь, что у них зафиксировано непрерывное вот это вот отстранение от управления транспортным средством, понимаете. Скорее всего, они, ну так, чисто формально на телефон засняли, там, скажи так-то, так-то, он сказал, сказал и все. А ведь, понимаете, это же не происходит в течение пяти минут. Это длится определенная процедура, разъясняются права, обязанности. Составляется один протокол, потом составляется другой протокол, потом третий протокол составляется. Ну, говорю, аж три протокола нужно было составить. Ну да, да, да. И все это под видеозапись. Я же вам объяснял, что как только вы узнаете, что дело попало в суд, вы туда приходите на основании доверенности, все-все фоткайте, все, каждый листочек мне скидывайте, я все это изучаю. Соответственно, там будет видеозапись, видеозапись скидывайте на флешку, все мне это изучаете, я это все изучаю и делаю соответствующие ваши возражения, ваши доводы, все, вы их туда приобщаете и конец этому делу. А, то есть ничего говорить надо, просто приобщаем бумажно. Да, я почему говорю, что вам нужно взять доверенность? Потому что я посмотрел видео, я почитал комментарии, я посмотрел, что вы тоже не знаете определенные вещи. В принципе, вам опасно и ему опасно там что-либо вообще говорить, потому что судьи, они на стороне сотрудников полиции, они будут максимально вас вытягивать на определенные вопросы, определенную получать от вас информацию. Вы не понимая, не зная этого, глупости будете говорить, которые будут использованы против вас. Я тоже могу не то сказать, да, может быть юриста какого-нибудь. Поэтому я вам и говорю, что для того, чтобы вам не сделать глупости, вы должны только делать то, что будет у вас написано на листочке, вот как дурачок, зачитывать, вот отсюда до сюда, все, на основные вопросы я не буду отвечать, 51 статья Конституции, либо я уже вам зачитала, хотите, я вам еще раз зачитаю, потому что там будет коротко, ну по существу, о чем я вам сейчас сказал, что это по закону, по-моему, 1.6 Коапа, там есть определенная процедура, законная должна быть, то есть доказательства должны получены быть в соответствии с законом. Если они получены с нарушением закона, это считается недопустимым доказательством, и они не могут быть в основу, положены в основу, ну обвинения, скажем так, и, то есть даже если человек был пьяный за рулем, но если была нарушена процедура, все надлежащим образом не оформлено, не зафиксировано, то любой суд обязан оправдать человека, обязан, понимаете? Поэтому их сотрудники полиции должны грамотно это составлять, грамотно. Обязан только не в Геленджике, мне кажется, что они сейчас в суде что-нибудь занесут. Ну есть определенные моменты, от которых они никуда не денутся, понимаете? Вот верховные суды, даже одного оставания, что не разъяснили права при составлении протокола, все, это ломает полностью все дело. Смотри, Вов, а права не должны были до составления начать? Конечно, до, конечно, до. Да понятно, то, что на видео зафиксировано. То, что на видео зафиксировано, это очевидно. Вы понимаете, что они вообще вели разговор с вами, а он там вообще где-то стоял, вообще его и не видно, и не слышно. Кому они там собрались права разъяснять? Он уже протокол подписал, они права ему собираются разъяснять. Он уже объяснение дал под вашу диктовку, они права хотят ему разъяснять. Что за бред? Нет, это однозначно, что все это разлетится в суде. Просто я говорю, чтобы вам глупости не наделать, вам нужно все отфоткать и сбросить. Я подготовлю бумажечку, всю эту бумажечку положите, хорошо придете, зачитаете ее и все. И все, да? Конечно, но у меня большое сомнение, что они это дело вообще в суд передадут. Потому что, ну, а зачем передавать в суд, чтобы лишний раз опозориться, чтобы вот так вот судья вынесла? А что, они имеют право не передавать, раз у них протокол написан? Конечно, могут не передавать. А, то есть, это как бы не нарушает закон, просто не передать и все? Нет, начальник посмотрит и скажет, как бы признаков нет. Ну, сейчас, понимаете, сейчас идет разборка. Вот как раз сейчас вышестоящее руководство должно принять решение, что наказать своих там товарищей за неграмотное составление, отсутствие видеозаписи, записи там, допустим, составления этого дела и не передавать. Потому что, ну, нельзя передавать, если протокол оформлен не надлежащим образом. Судья обязана, получив не надлежащим образом оформленный протокол, его вернуть обратно на доработку. А, вот так. Судья не имеет права. Судья обязана вернуть. Конечно, конечно. А судья, если уже примет к своему производству, то потом уже исправлять нельзя. И судья должен оправдать человека. Но судьи должны сделать как? Они выносят определение о том, что, кажется, вернуть на исправление ошибок. А дальше, чтобы ошибки исправить, они должны уведомить человека, пригласить на составление нового протокола и так далее. Ну, как правило, когда судья возвращает протокол, на этом все и херится, понимаете? Еще момент. Тарасов сказал, что, типа, передали в суд, а в суде мы за ним нету. Он врал? Врет, значит, получается? Ну, Тарасов, если это этот начальник ментовский, так я вам сказал, кто это такой. Я вам сказал, все его слова фильтруйте. Просто фильтруйте. Это человек, который... Считайте, что к вам пришел не Тарасов, вот этот начальник, а вот те оборотни, которые вымогали деньги. Вот одно и то же. Одно и то же. Просто в другом лице. Причем более матерый, более наглый. Я когда услышал о том, что к вам пришел начальник, и их... Ну, все понятно, думаю. Ну, все, все ясно. Ну, не начальник, а заместитель начальника он предстоит. Да не важно, не важно. Дела, касающиеся ментов, расследуют и вообще опрашивают, берут объяснения только сотрудники Следственного комитета. Не, ну, он так и сказал. Он так и сказал. У вас, говорит, в протоколе написано, что вот про деньги? Говорит, я обязан передать Следственный комитет. Это они разбираются. Он так и сказал, да. Ну, все правильно, да. Ну, вот пускай передает. Всего передал уже, вот мне вызывают в Следственный комитет. Ну, правильно все. Да, он знает, что он получается. Но он не может не передать. Понимаете, после того, сколько народу посмотрело это видео, он уже не может не передать. Сто процентов они все это видели. Сто процентов, даже если он не видел, ему позвонили и уже пистонов наставляли. И тем сотрудникам наставляли, всем наставляли. Я ему скидывала начало видео, а потом просто не скинула. Он видел. Он видел начало, когда я выходила. Да все они видели. Я начинала говорить. Он видел, да. Просто он конец не видел. Середину и конец он не видел. Понятно. А он даже не интересовался потом, чтобы дойти, я посмотрю, ему даже уже не интересно. Скорее всего, он уже увидел. Да, конечно, увидел. Увидел сто процентов. Ладно. Спасибо большое. Все. Я поняла. Сфоткаем, ты пишешь, идем, я зачитываю. Все. Да. Спешки здесь никакой нет. То есть, ваше право знакомиться с материалами дела. Соответственно, судя из того, что вы более человек боевой, получаете на себя доверенность и все это делаете сами. Потому что я очень сильно не доверяю людям, которые вот, извиняюсь за выражение, как ваш муж стоит, молчит просто, понимаете? Ну, если честно, он бы смог в суде бы тоже зачитать все это. Ну, зачитать, может быть, и смог, но я очень сильно сомневаюсь. Я, понимаете, вам не говорю, что там кто-то плохой, хороший. Я опыт имею этого. Я каждый день вижу этих людей, понимаете? Я трачу столько сил, столько нервов, грубо выражусь, заткнуть рот своим доверителям, понимаете? Вот буквально вам говорю. Я людям объясняю на пальцах молчать, 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 как дурак, как попугай, повторяю одну и ту же фразу. Ничего не говорить и ничего не подписывать. Вы представляете, это очень сложно. Это самое сложное, что мне приходится делать, понимаете? Даже не знание законодательства, не выигрывать дела, мне самое сложное донести до человека, чтобы он заткнулся и ничего не подписывал. Вот, к сожалению, это так. И поэтому, когда мне кто-то говорит, что я все понял, что я сделаю так, как я сказал, до 200% он не сделает так, как я сказал, и он не справится, потому что он не может этого сделать. Вот я вам сейчас говорю, я понимаю, что вы думаете, что он может зачитать. Да не может он зачитать. Он зачитает, судья у него спросит что-то, понимаете? И вы не сможете. Да не сможете. Понимаете? Не сможете. Я уже не смогу, я уже боюсь. Я потому что я знаю, как людей раскручивают. Я знаю, как это... Судей огромный опыт, они знают. Они зададут какой-то отличенный вопрос. Но вы не сможете, понимаете? Вы не сможете. Нету, я не видел ни одного человека, которого нельзя размотать, раскрутить на дополнительные вопросы, на то, чтобы он не наболтал лишнего. Я такого не видел. Могу это, юриста какого-нибудь заслать. Этого, который по этим... Автор-юриста найти. Еще раз говорю, сделайте то, что я вам сказал. Алло, что-то отбилось. Я потому что время за это определенное. Смотрите. Автор-юриста какого-нибудь, а? Смотрите, вот то, что касается... Вот смотрите, давайте я вам скажу, я не знаю, я очень... Понимаете, очень опасно вот это слово какого-то автор-юриста. Какого-то адвоката, какого-то юриста. Очень большая вероятность, что вы попадете на мошенника. Вот эти вот товарищи, которые... Александр Новороссийска, который рядом с нами живет, с которым я общалась, и который сейчас камеры просит, чтобы ему там связи, в Новороссийске, камеры дорожные с улиц. Он нам пытается достать с Филинжика. Ну, как они знались. Ну, понял. Ну, я вам сказала, говорю, может, адвоката... Он говорит, я поспрашиваю, чем я вам могу помочь про адвоката там. Может, кого-нибудь найдет. Давайте я вам свою мысль закончу. Смотрите, то, что касается адвокатов, юристов и тому подобное. Вы для начала сделайте то, что я вам сказал. Да, это я поняла. Просто материалы дела. Все на этом. Потому что, запомните, никто за вас ничего не сделает лучше вас и тому подобное. Как только вы подумаете, что вот вы нашли человека, поручите ему что-то, вы расслабитесь, и в итоге... Ну, поймите, что очень много людей, которые не специалисты, даже с дипломами, с чем-то угодно, ну, в свое время позаканчивали вот эти университеты и тому подобное, и ходят непрекаянные, либо тупые, я прямым текстом говорю, тупые, просто. Я вот их вижу, ну, в судах и тому подобное. Они законодательства не знают. Они вот сейчас работают в прокуратурах, в судах. Они законов не знают. Они опыта не имеют. Поэтому здесь к этим товарищам нужно обращаться по рекомендациям. Ну, реально нужно знать того человека, которому доверяешь, который, ну, просто знаешь. А вот так вот с бухты-барахты на кого-то рассчитывать в каком-то серьезном деле, это очень опасно. Поэтому я говорю, что лучше вы сами изучайте, чтобы как минимум иметь возможность контролировать этого юриста, понимаете? Чтобы контролировать юриста, чтобы потом не судиться с юристом. Яско. Вот, поэтому я вам расскажу, покажу, скажем так. Так вы поймете, там ничего сложного нету, абсолютно ничего сложного нету. Но чтобы продуктивно мне вам помочь, мне нужно именно видеть материалы дела. Потому что теория это одно. Консультация со слов другого человека в принципе невозможна. только по имеющимся в деле документам. Я вот никогда никому не оказываю консультацию, пока я не изучу всю ситуацию и все документы, которые к ней относятся. Потому что только так можно дать человеку нормальную консультацию, чтобы все учесть. Иначе, ну, извиняюсь за выражение, это пальцем в небо. Вы мне очень помогаете. Поэтому... Да, я все, я делаю такое, говорите. Самое главное, молчать, ничего не подписывать и предоставить мне все материалы дела, чтобы я смог самостоятельно сделать выводы о том, что происходит. Понимаете? Не ваше оценочное осуждение, а сам. Поняла. Ждем, я надеюсь, не передадут суд. Ну, я тоже думаю, что вряд ли они передадут суд в том состоянии, по крайней мере, то, что я на видео видел. Очевидно, что у них просто нету материалов, а подавать в суд сфальсифицированные протоколы, чтобы потом это выявилось, это очень большой риск для них. Да, точно. Все, значит, если бы хотели, то бы передали, да? Логично? Конечно, конечно, да. Потому что сегодня уже 26-е.